Здравствуйте, уважаемые десногорцы и гости города! С вами Любовь Мишакова. Смотрите в информационном выпуске. Традиционный митинг у памятного знака в Серебрянке. Метапредметная олимпиада для школьников города. Профсоюз атомщиков поздравил женщин Десногорска. Первый концерт начинающих музыкантов. А теперь об этих и других событиях подробнее. В России вдвое сокращен срок выдачи паспорта. Теперь оформлять главный документ российского гражданина органы ФМС должны за 30 дней, а не в двухмесячный срок, как было ранее. Постановление об этом подписал Дмитрий Медведев. Кроме этого получить новый паспорт взамен утерянного можно будет всего за 10 дней при обращении в территориальный орган ФМС, выдавший документ. Смоленская область получит порядка 100 миллионов рублей на развитие сельских территорий. Средства выделены из федерального бюджета. 30 миллионов из них пойдут на улучшение жилищных условий сельчан, а остальные – на обустройство населённых пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Традиционный митинг, посвящённый 74-й годовщине со дня казни мирных жителей деревень Кукуевка и Серебрянка, состоялся 3 марта у памятного знака. Уже 15 лет, с 2001 года, когда был установлен этот памятный знак, молодёжь Десногорска ухаживает за этим местом и отдаёт дань памяти безвинно убитых фашистами мирных жителей. Как только десногорцы приехали к памятному знаку, сразу достали инвентарь и приступили к уборке. Этот субботник стал уже традиционным. Нынче в нём приняли участие представители молодёжных советов города, общественных объединений молодёжного центра, администрации Десногорска и волонтёрского корпуса. В этом году был создан общественная организация «Волонтёры Победы». Наш город не остался в стороне, и в каждой школе созданы общественные отряды волонтёров. В этом году это первый наш такой массовый субботник. Затем состоялся митинг и возложение цветов и венков к памятному знаку. Компания «Смоленские бриллианты» застраховала имущество на 750 миллионов рублей. Ювелирная фирма решила предостеречь себя от возможного хищения, вандализма, пожаров и других рисков. Поводом к принятию такого решения могло послужить ограбление магазина в Курске, о котором мы вам рассказывали. Тогда компания понесла убытки в районе 180 миллионов рублей. Традиционные 43-е гагаринские чтения пройдут на родине первого космонавта с 9 по 12 марта. Как известно, в этом году исполняется 55 лет космическому полёту Юрия Гагарина, поэтому одна из секций Международной общественно-научной конференции будет проходить в Подмосковном Королёве 10 и 11 марта. Метапредметная олимпиада в рамках проекта «Школа Росатома» уже в третий раз стартовала для школьников атомных городов. 3 марта четыре команды со всех школ в сопровождении учителей-кураторов собрались в третьей школе, чтобы продемонстрировать свои знания по разным предметам и показать слаженную работу в команде. В команде четыре человека разного возраста, учащиеся 5, 6, 7 и 8 классов. Цель не только правильно решить задачу, которая поставлена перед ними, но ещё и представить результаты этой задачи. А поэтому каждый учащийся должен понять, что и как он это делал. Поэтому вот здесь как раз-таки идёт коммуникация между детьми, когда более старший учащийся учит чему-то более младшего. Задания, предложенные организаторами олимпиады, с физическим и математическим уклоном, а также проверяют все метапредметные компетентности. Наши дети имеют уникальную возможность участвовать в этих олимпиадах, что позволяет им идти на шаг впереди остальных школьников России. Команда-победительница поедет на всероссийский финал, который пройдёт в городе Трёхгорной Челябинской области. Итоги муниципального этапа Мета-олимпиады будут известны после праздников. Криминальные новости. По области продолжают гулять фальшивые деньги. Уже в марте выявлены четыре поддельные купюры. Две фальшивки номиналом 5000 рублей в Смоленске, одна тысячная на АЗС в Красненском районе и одна в Гагарине. Полицейские отмечают высокий уровень подделок. Даже в мелких филиалах банка и на старых аппаратах не могут распознать фальшивки. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны. В регионе завершилась операция, направленная на декриминализацию лесной отрасли, а также на повышение эффективности борьбы с незаконной заготовкой оборотом древесины. Сотрудники полиции проверили около 120 действующих делянок, около 100 пилорам, около 190 транспортных средств, используемых при заготовке и транспортировке леса. По итогам проверок возбуждено три уголовных дела, составлено 26 протоколов об административных правонарушениях. Со 2 по 10 марта в области проходит профилактическое мероприятие «Ребёнок-пассажир». Сотрудники ГИБДД будут не только проверять законопослушность водителей, но и напоминать им о безопасности детей пассажиров. Дети до 12 лет обязаны ездить в специальном кресле. 3 марта творческие коллективы профсоюзной организации Смоленской АЭС посвятили свой праздничный концерт Международному женскому дню 8 марта. Зал нейтрина был полон. И, конечно, зрителями в этот вечер в основном были представительницы прекрасного пола. Ведь этот праздничный концерт под названием «Весна и женщина» похоже посвящён именно им. Слова поздравления со сцены сказал председатель первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС Юрий Кузнецов. С огромным удовольствием хочется пожелать вам всем любви. Любви мужчин, настоящих мужчин, удачи, здоровья, семейного благополучия. И чтобы вас любили ваши близкие. И чтобы они заботились о вас. А самое главное, чтобы у вас в семье было благополучия. Яркая программа не оставила в зале никого равнодушным. Перед собравшимися выступили творческие коллективы «Кураж», «Веселинка», «Десногорские зори», «Радуга ворожей» и театр песни «Шанс». Специалисты ветслужбы Десногорска 5 и 8 марта будут работать с 9 до 13 часов. Также здесь можно привить своих питомцев против вирусных болезней и бешенства. Вакцинация против бешенства проводится бесплатно. Героев мультипликационного сериала «Мимимишки», идущего на телеканале «Мульт», можно не только увидеть на экране, но и теперь потрогать. Полюбившихся детворе персонажей создают в Смоленске. Игрушки сделаны из экологически чистого материала. В четверг в зале музыкальной школы состоялся первый концерт самых маленьких учащихся. Это важное мероприятие юные музыканты посвятили своим мамам. Подробности в нашем сюжете. Концерт, который подготовили воспитанники фортепианного отделения вместе со своими педагогами, состоял из стихов, песен и первых разученных ребятами музыкальных произведений. Этот концерт учащихся первого класса фортепианного отделения проводится в канун 8 марта Международного женского дня. Тем самым наши ученики хотят поздравить своих мам. Все выступающие в этот вечер были очень серьезными. Серьезными были и сидящие в зале мамы и бабушки, которые волновались не меньше своих чад. Концерт получился очень нежным и тронул за душу каждого присутствующего в зале. Музыка Экскурсия эпоха, одетая в платье. пройдет в художественной галерее Смоленска 8 марта. Тематические экскурсии приурочены к Международному женскому дню. Здесь можно будет увидеть десятки дамских нарядов разных эпох. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала В преддверии прекрасного весеннего праздника мы тепло и сердечно поздравляем всех милых женщин Десногорска. Будьте счастливы во всех сферах жизни и дома, и на работе, и занимаясь любимым делом. Здоровья вам и вечной молодости, благополучия и неистекаемой энергии для ежедневных свершений. До свидания!